Радио Пик. Популярный информационный канал. Радио для тех, кто понимает и говорит по-русски. Итак, друзья, продолжаем. 13 часов и 8 минут. Вторник, 14 февраля. Для кого-то праздничный, для кого-то абсолютно будничный день. День Святого Валентина, день дарения книг, день психического здоровья в Германии. В общем, выбирайте, что вам больше нравится. Ну, а у нас в студии, как, собственно, и обычно в это время, в дискуссионный клуб. И ведут его сегодня, помимо Симоны Литовой, которая за пультом находится, Эдвин Спутти, а также Вестерс, Алкснейт, из которых я еще раз приветствую. Но в начале этого часа впервые. Здравствуйте еще раз. Саимна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я, наверное, сейчас тебе эту самую книгу подарю. И еще и психическое здоровье тоже так. Бери и держи его крепко. Но целовать я тебя не буду, потому что вот мы в первой половине... Решили, что не будем. Да, не будем, не будем. И, между прочим, сегодня, я уже тоже говорила там чуть ранее, для меня, на самом деле, день праздничный был. Потому что тот артист, который создал Кончиту Вурст, ну, вы помните ту бороду, он решил, что ее пора убить. Вот. И меня это, на самом деле, очень сообщение порадовало. Достала она не только всех вокруг, но и его самого. Так что Кончита кончилась, и вот мне, например, эта новость очень сегодня нравится. Так что ваши разговоры о поцелуе не актуальны, дорогие. Ну, культ смерти, это немножко другой праздник, это Хэллоуин. Но, ради бога, каждый может праздновать, как хочешь. Ну, появилась непонятная бородатая женщина и ушла в небытие. 67-241-100, это телефон прямого эфира, и есть уже у нас звоночек. Радиослушатели хотят задать тонну этому часу дискуссии. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Ну, я скорее вопрос получат, если можно, да? Пожалуйста. Вот Виктор, предпоследний, там был человек, сказал нет у нас Путина. У меня такой вопрос. Ну, вот Виктор уже лет 5-10 говорит, что все будет прекрасно, отберем там и иначе переделаем, как-то у него блестящую десяточку, помоем он все тускло и в молоко мимо, да? Ну, это к слову. А вот человек, звонивший до него, говорил, что нет у нас Путина. Вот не кажется ли вам это, я обращаюсь ко всем, и к Симоне в том числе, что будь у нас хоть Путин здесь, хоть Ульманец прежний, по Крикванью, да? Все равно бы наше Лапийское болото, оно маленькое, но очень качественное, засосало бы любого. То есть никто бы здесь его в сумасшедшем объявили, и даже коллективный представить Путин, у нас здесь партия какая-то, как вы говорите в теории, будем менять систему, засосет это болото, что Путина, что Ликванью, что партию. Ну, то есть вот, я пессимист, конечно, в своем этом теперешнем высказывании, но опровергните меня, если я не прав. По-моему, это болото сейчас его осушить как-то, хотя бы даже качественно улучшить его. Вот сегодня, если вы слышали, Кучинский сказал, что вот он сегодня отчитывается погоду, он сказал, что ни от одного из министров он не слышал, что они против того, чтобы выполнять свои обязанности. Ну, что они, дураки вообще? Говорить, что они против чего-то. Сиди молча, греби, получаю, два раза зарплату повысили в прошлом году, я у него спрашиваю, почти два раза немного ли, когда следующее. Он отвечает, что он не знает, что повысили. Понимаете, очень качественное такое болото, такое спрессованное, такое сцементированное, можно сказать, тут любого засосет. Так смотрите, качественное, сцементированное, спрессованное, это уже практически автобан. Так что тут засосать не получится. Ладно, Сереж, спасибо, мы поняли ваше мнение. Болото засосет любого, даже Путин. Тут ничего бы сделать не сбоку. Или Трамп. Вот давайте Путин, а то нас обвинят опять, что вот эти все упали. Конечно, сзади должна стоять сила. Потому что я говорил, что кольт должен быть у народа или у партии. И, кстати говоря, вспомните, когда у того же Путина, как начиналось, мочить в сортире, да, это было одно из вот этих самых проявлений того самого кольта, который был. Ну и есть, на самом деле. Ну, не знаю, правда ли нет, но ходит такая фраза по интернету, что период внедрения в банду закончился, и сейчас приступает Путин к уничтожению банды. Ну, было или не было, трудно сказать. Но те перемены, которые мы видим в России, они ведь тоже не сразу. Они очень-очень постепенно внедрялись, потому что бороться с системой сложно, но можно. Разумеется, не меняя систему, личности можно менять бесконечно, всегда с одним и тем же результатом. А обычно еще худшим, потому что благодаря нашей системе управляющая аппарат, номенклатура растет. Она не может не расти, потому что у каждого нового политика есть друзья, родственники. Ну, ребят, ну это принцип Питера, посмотрите, там все давно-давно прописано, да. Объем работы, точнее, сколько бы людей ни было, работу всегда можно на этих людей поделить. Нет, и самое же главное, что все мы достигаем своего уровня, своей некомпетентной. Вот, смотрю, все подготовленные, принцип Питера, это наше все, да-да-да. Я даже не знаю. Это принцип Питера как раз, да, классик. Я все-таки хотел, ты тут, кстати, опять в политику, видишь, если насчет болота, да, то все-таки живем мы в Латвии, и прекрасный человек упомянул сам принцип болота. Но у нас латышский классик, Рудольф Блауман, у нас такая, есть, ну, классическая, скажем, повесть, Пурва Брибес, да, то есть это уже, вот, наверное, особенности национального образа жизни, да. Вот все мы бредем по этому болоту. Как кто? Кто-то питается с помощью вот любви, не получилось в той повести, все не сложилось, не срослось. Но это, наверное, даже, с одной стороны, интересно. Вот бредем мы по этому огромному, как сказать, ну, не знаю, мягкому, рыхлому почве. По опасному, да. По опасному, да. Ну, и вот набираемся опыта, ну, и все-таки, как, скажем, ну, слово страшное, оптимист, наверное, как-то не так звучит, да. Ну, рано или поздно, ну, не утонем мы в этой жиже, я очень надеюсь. И рано или поздно, я когда спрашиваю, вот когда, иностранные друзья, ну, когда у вас будет коммунизм? Я говорю, ну, тогда, когда каждый устроит свой личный коммунизм, и когда вот все эти дела окончат, тогда, ну, все станут жить хорошо. Да, некоторые уже устроили. Все-то, по-большому, что-то просто. Да, ну, пусть будет это болото. Ну, соберемся силами, не будем искать врагов или там хныкать, что то плохо, то плохо. Ну, надо, надо эту свою лодку построить и вокруг себе хоть, ну, немножко вот эту почву. И проложить, да, какие-то тропиночки там еще, можно же и в болоте существовать. Да, и живут же люди, целые там поселения на болотах и нормально живут. Слушайте, ну, а что нам тут, о чем нам тут говорить, если главное богатство, ну, помимо лесов у нас что, это торф. Ну, откуда торф берется? С того самого болота. Ну, ребят, ну, мы живем просто даже физически в такой местности. Ну, кому принадлежит этот торф? Продали, продали, продали все умные иностранцы, все эти наши голландцы, немцы купили. Тяжкое наследие оккупационного режима. Да, да, купили, но у нас есть еще другой продукт, супер золотой, это сапропель. Мы самые богатые в Европе, не в мире по объему сапропеля. Вот это наше золото. И так что, как хорошо, что мы живем в болоте. Вот видите, каждый кулик свое болото хвалит. Вот и Вестерк Саутснекс, именно, ой, звоночек сорвался, друзья, 67-241, перезвоните. Кстати, не случайно же, каждый кулик свое болото хвалит, ведь есть же пословица. То есть, болото, это не только наше, действительно. Только это не наше. Я в русском языке знаю, вот что это, что это. Кулик, это птичка. А, птичка, которая живет на болоте, она радостно поет о своем родном гуме. И при том еще, весь мир, говорит, ужас, нету вот воды, все превращается в одну огромную пустыню. А у нас болото. Залейся, залейся. И, звоночек, здравствуйте, слушаем вас. Добрый. Я насчет книг, подарок и насчет болота, можно пару слов? Давайте. Вот, дело в том, что есть такое болото, она же не болото, а скамья нового заповедника Крыму. В 1829 году император Всероссийский продал, и кому, и что, у меня есть книга, и копии, и прочее, прочее. Я хотел бы узнать, у меня нет интернета. Кому она сейчас прилежит? От камья нового заповедника, продан Ликтенштейнскому барону. Знаете, про это, у знатоков хотелось бы узнать. Ну, спас. Где там заплачено и Крымскому заповеднику, кому он сейчас, Украина, Россия или Турция? Ну, вот интересный вопрос, но я думаю, что эксперты не владеют информацией о Крымском заповеднике. А в каком? Крымске, я так понимаю. Крымске? Да, да. То есть кому принадлежит Россия или Турция или что-то там, да. Я знаю, что за Лифляндию заплатили шведам после мирного договора 2 миллиона ефимок, то есть талеров, золотом. Про заповедники, да, к сожалению, информации нет. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, добрый день. Да, Станислав. Здравствуйте, извиняюсь, это Станислав. Тема сегодня была заявлена праздником, правда? Вот, и мне кажется, что любой праздник, который приносит людям радость и счастье, имеет место быть. Кто-то празднует, кто-то не празднует. Вот, поэтому и вот предыдущие звонившие говорили о том, что как все плохо, как все безнадежно и так далее. А вот не в целях рекламы, а просто так. Сегодня, 14 февраля, я буду давать два благотворительных концерта в Яунфемере и в Яундубулке. Абсолютно бесплатно. Просто людям, которые приедут, особенно в Яундубулке, они из всех районов лапы, и латыши в основном. Им надо, ну, не каждому человеку скажет, как любит, а просто стебель, порадовать. И тогда жизнь навалится. Просто каждый из нас, окажется, должен что-то доброе делать. И тогда вылезем мы из болота и не пропадем, понимаете? А если только, ну, как-то, жаловаться на жизнь и при этом ничего не предпринимая, вот, конечно, мы будем опускаться все ниже, ниже. Потому что каждый человек должен что-то делать для этой страны, где он живет. Вот. Да, пусть он там, но пусть он далеко, а мы здесь. Да, здесь детки наши, у них и наши. Поэтому действительно хочется, чтобы каждый что-то делал, вот, для этой страны. И тогда и не будет вот этой разницы, там, русский, латыши, и какая разница. Все мы хотим жить под этим солнцем, мы хотим, чтобы счастливы были наши дети. Вот, как бы, вот, пускай каждого вот солнечка на улице, весна скоро, пробуждение. Пускай хорошие мысли посещают, тогда и хорошо будет. Вот. Спасибо вам. Спасибо, Станислав. На самом деле, прекрасные слова. И вот как-то даже мы тут немножко замолчали в студии как-то. Я думаю, что сейчас стоит взять небольшую музыкальную паузу, после чего мы продолжим сегодняшнее заседание, такое непростое, признаюсь откровенно, в нашем дискуссионном клубе с участием Эдвина Пуття, также с участием Вестер Саус, Нейтеса, ну и Симона Летовой. Ну, а Станислав Куршик...